Мы продолжаем рассказывать о новых созидателях. Очень важно видеть человека, который живет и творит рядом с нами. Новые созидатели – это как раз те люди, которые здесь и сейчас своими действиями показывают остальным пример. Анна Толстая, воспитатель девятого детского сада, стала вторым героем нашей рубрики. Коллеги выдвинули на конкурс Анну Петровну за ее активную позицию в экологическом просвещении детей. В следующем сюжете узнаете больше о новоуральском педагоге. Созидательный труд этой героини сюжета коллеги увидели в сохранении природы, заботе об окружающем мире. Анна Толстая в просветительскую деятельность в этой сфере активно включилась в 2021-м, в год экологии. Все началось с одного проекта, а потом закрутилось наблюдения, эксперименты, тематические занятия и все с маленькими помощниками. А потом мы увидели и заинтересовались, что идет проект нашего города «Эколюди». И мы что-то сначала, мы увлеклись ребятами собирать крышки. Собирали крышки, оформили паровоз, соревновались мальчики и девочки. Кто быстрее, родители подключились. Потом мы пошли шире. Стали собирать макулатуру, спасать деревья, батарейки, спасать ежиков. Участвовали во всех этих акциях. Потом «Эколюди» мы знали, ну что же, нам хочется победить. Азарт, ребята подросли. Поэтому хотелось что-то больше. Стали участвовать во всех конкурсах. Воспитанники Анны Петровны совсем юные ребята, но они уже побеждают в экологических конкурсах. И даже вне соревнования продолжают творить добрые дела для природы. Пластик получает вторую жизнь, становясь украшением или игрушкой. Из крышек создают панно. Даже материал для рисования летом у ребят совершенно безвредный для природы. Рисунок, что тоже можно не использовать краски, а вода, вода испаряется. И ничего мы не тратим, ни бумагу, ничего. Асфальт, асфальт остается чистым. Но вообще это очень интересно ребятам. Творчество, мышление, логика, любовь к природе прежде всего. И дать вторую жизнь материалам, которые используются. Мы показали детям, что оказывается пластик очень долго перерабатывается. Мы провели эксперимент, как можно пластику дать вторую жизнь. Мы взяли трубочки, нарезали, утюгом их поплавили. Потом вырезали и подарили брелки мамам. У нас был первый вот этот эксперимент с пластиком. Мы перешли к тому, что можно на аллее сделать скамейку. Вот у нас цель была собрать очень много крышек. Мы до сих пор собираем эти крышки. У нас еще нужно сдать 60 килограмм наверх на крышек, потому что ребята с удовольствием несут. И родители, и привозят из других городов нам. Интерес вот такой. Все эти, конечно, через игру знания детям даются, потому что они, когда проживут через это, им это намного проще. И это откладывается даже. Зимой вот точно так же мы никогда не могли ребятам рассказать, как животные меняют шубу. Что значит животные меняют. К нам зимой приходит белка. У нас кормушки. Мы изготавливаем кормушки еще и самодельные, когда дети приносят разные семена. Жир мы вот это вот все замораживаем, развешиваем по деревьям. И оказывается, вот когда они увидели на белке, что зимой-то она одним цветом, а летом она другим цветом, вот здесь вот эти знания, конечно, у ребят они отложились. К процессу сбора действительно подключился весь детский сад. И родители, и воспитанники других групп теперь могут сделать свой вклад. На входе всех встречают яркий зайчик из бутылки, который предлагает желающим подарить ему крышку. Соучастники, это, конечно же, дети, они такие же созидатели. Они что-то создают, радуются своему произведению, можно сказать, труду. И их тоже можно назвать созидателем. Созидатели родителей, которые помогают нам все это творить. Созидатели сотрудники, которые тоже радуются нашему произведению, искусству, можно сказать, или творчеству нашему. Для Анны Петровны номинация на такой конкурс значит не только признание трудов в сфере экологического просвещения. Когда выбрали кандидатуру мою, это какое-то чувство ответственности, чувство какого-то уважения, или что вот именно заметили наши труды с ребятами, с родителями, отметили вот это, и все-таки, чтобы поделились мы этими трудами нашими, чтобы... А вообще можно каждого педагога назвать созидателем, потому что каждый педагог работает творчески и подходит к своей работе творчески, и созидает, воспитывает ребят, это и есть созидание. Созидательный труд. Каждый из нас видит его по-своему. Может быть, именно ваш кандидат в этом году одержит победу в этом конкурсе. Стоит лишь подать заявку в публичную библиотеку до 5 сентября. Так инициативная группа поможет имени своего нового созидателя звучать на весь город. Валерия Конева, Даниил Запивалов, Новуральская вещательная компания.